Скажите, пожалуйста, все же души, которые поддаются тьме и поставят метку, совсем потеряны для космоса? Ведь они, видимо, не прошли испытания, чтобы отличить темное от белого. Думаю, что твои ученики больше прошли, поэтому отмечают, видят истину. Ну понятно, мои-то ученики уже научены четверть века. А люди, конечно, к сожалению, не все знают истину и могут не уберечься от этого. Но информации достаточно много. Мы вот уже сколько лет только об этом и пишем в каждом номере, и в интернете, и на сайтах. Обязательно эта тема открыта. Интернет тоже эту тему давно уже поднимает. Да я первая начала об этой метке в 90-м говорить году. Почему тогда и восстали все темные? Ну что-то тема была запрещена вообще, и никто не осознавал, что на самом деле это может прийти в эту жизнь. А сегодня это в порядке вещей. Но тот, кто поставит эту метку, это уже потерянное сознание, потерянная душа. Тут ничем не поможешь. Ведь что такое метка? Это тобой управлять будут конкретно через компьютер, через этот микрочип, внедряться в сознание, в подсознание. Полностью руководить не только телом, но и душой, и всеми твоими мыслями. Это уже всё, этот человек потерянный для космоса, для Вселенной. И всё, ему никакая сила не поможет. Тут вот и делается выбор. Не случайно ж я сюда пришла и вот тружусь сколько, чтобы проложить этот путь для людей нормальных, зрячих, кто метку не поставит, чтобы вывезти их отсюда и без метки смогли пробыть в это жёсткое время и получить печать света. Да и в Откровении сказано, это ж книга-то писалась по определённым источникам. Конечно, там и писали пророки, но писалась как программа жизни для этого человечества, для вот этих последних поколений. И вот дожилось человечество до этого времени, вот оно внедряется всё в жизнь. Вообще-то я уже говорила, что тёмные, назовём их чернушники, как угодно, жидомасонны, сионисты, много у них названий, но это суть дела не меняет. Конкретно, скажем, с этого племя, вот эти вот дядины помощники. Их задача уничтожить человеческий род. Они занимаются колдовством и чёрной магией и прописывают заранее в каких-то там картах, всё вот это закладывают, а потом это всё у них исполняется. И если не исполняется, они, конечно, звереют. Вот мы очень много поломали уже событий, которые должны были произойти, страшные события, которые они планировали. И на 12-й год, и вот эти взрывы, которые должны были перевернуть мир и быстро внедрить метку, и в Лондоне на Олимпиаде. Ну, в общем, разные события, которые вот тёмные готовят, а сейчас эта сила высшая им сбивает всё это. Но метка — это, наверное, неминуемый такой процесс, поскольку машина эта уже запущена повсюду причём. И нужно как-то проверить сознание людей, насколько они готовы, чтобы следовать духовный план. И вот если люди всё-таки откажутся от этой метки, это будет такой прорыв, что даже не только 144 тысячи, но и большее число будет освобождено, и им будет найдено место в шестой расе, они воплотятся на новой основе нашей планеты, придут в жизнь и будут жить в золотом веке, прекрасно процветать со своими семьями, рождать нормальных детей, и это уже будет, это чудо, жизнь будет, не то, что сейчас, вот кошмар какой-то. В этот кошмар человечество погрузили тёмные, первым делом обманули, обманули всех и вся, сполна, навязали, навязали свои идеологии, лишили женского принципа, обрезали сознание и переписали полностью историю, совершили подмену ценностей, внедрили в культ вот то, что сейчас модно, дети с детства уже вот у них основа — это деньги, вот это вот, ну, скажем, вот эти сексуальные их все вещи, потому что дети ведут себя не как дети, а как взрослые, причём не нормальные взрослые, а взрослые, у которых нарушена психика, поскольку, ну, то, что наблюдаешь, да вы сами знаете, в каком мире живём, просто не надо к этому привыкать. Человек ко всему привыкает, но когда привыкаешь, теряется бдительность и не отличаешь доброе от злого. Мы должны чётко знать, что когда являлся Иисус Христос, Он давал духовно-нравственное учение. К сожалению, всё исказили, перевернули, перековеркали, донесли вот в таком виде, оно не работает сегодня. Матерь Мира пришла, тоже дала духовные постулаты для Золотого Века, для открытого, чистого сознания. Догмы, конечно, все сняла. Человек сам должен делать свой выбор, куда ему идти и что ему совершать. Это ваша проверка здесь на земле, это экзамен. Вот как вы его сдадите, так оно и будет. Рука помощи всем протянута до последнего момента. Для матери нет плохих и добрых, для неё все дети одинаковы. И наоборот, больше жалеешь того, кто впал в какой-то обман, в иллюзию, в блуд. Вот таких больше всего жалко, понимаете? Обычно своим, кто вот рядом, внимания не уделяешь, знаешь, да, они и так вот, они знают. А вот тот, кто не знает, вот этих больше всего жаль. Но они, к сожалению, не хотят ни слышать, ни видеть ничего, понимаете? Очень тяжело, конечно, сейчас нести открытое духовное знание. В интернет-пространстве постоянно цензура работает, подчищают всё. Вот было пророчество Ванги об Огненной Библии, о Белом воинстве, о явлении матери. Всё вычистили сейчас, всё подменили полностью. И вот так потихоньку те, кто там сидит, они человека загоняют в какие-то жёсткие рамки и выводят на те пути, которые дядя, эта тёмная сила, подготовил, в тьму вгоняют. Но нужно это всё расковывать. Я уже говорила, вы, наверное, знаете, ещё раз повторю, что само имя Христос — это космическая аббревиатура, которая сочетает в себе имя Троицы Небесной. Хыр, хор — это Солнце или Сын Божий. Свет, Сын, Он же. Ис, Исида, Истина. Ос, Осирис или Свет. А наоборот, сот, сирх. Все слова читались слева направо, справа налево, закладывались посвящёнными смыслами. Получается, сотис — это ячейка памяти Сота или же имя Исиды. Сотис — Сириус. Сотис — Софис София. Сириус — это планета, которая сегодня считается духовным Солнцем, планеты Земля и Солнечной системы. И с помощью своих духовных сил нетеров здесь сообразовала жизнь духовную. Но тёмные от лица Сета и его племени всё это исказили. И вот борьба идёт двух сил — Сета и сегодня Матери Мира — чёрного племени и светлого племени. На кармических уровнях оно проявляется в виде войн. Их задача вообще всё — вернуть войны, потому что их не интересует человеческая жизнь. Их интересует вот эта вот всеядная, рептилоидная, захватническая жизнь, паразитическая. А нормальные люди созданы для того, чтобы идти в космос и там жить по духовным законам Вечности, быть бессмертными, с открытыми сердцами, с лучистыми телами. И пролагать такие миры и пути в других системах. Таких систем много будет чистых, открытых. Сейчас это первый опыт такой, где взращивается вот это племя, бедная несчастность, сколько оно прошло уже здесь. Но я всё-таки уверена и знаю, что победа будет за нами. По-другому быть и не должно быть. Как ни трудно, но, я думаю, выдержим. Всеми силами будем стараться, пытаться и с вашей помощью. И всё-таки должен пойти какой-то прорыв, чтобы эти светлые души как-то начали подтягиваться. Были бы эти светлые силы, горы бы свернули. Можно было бы полностью нейтрализовать вот эти все их планы тёмные. И войну, и Русь полностью оберечь. Всё можно было бы сделать легко и просто. А сейчас это всё даётся большими трудами. Большими трудами, ценой всего. Такова задача космическая, её надо выполнить. И если вы это реально осознаёте, то можно сказать, что вы уже наши помощники. Излучайте свет, читайте молитву света. Молитва очень сильная. Обращается к Матери Мира, в котором вот эти основные имена, которых боится тёмная сила, ненавидит. Это щит. Создаётся щит такой мощный, от этой всей тьмы, которая вокруг сжимается потихонечку. Вот опять встрясущатся эти три мира своими космическими инструментами, систрумом и сиидой космическим. Вот. Чтоб пробудилось всё пространство. И, наконец, силы света, нашу Русь защитили, спасли, объединились. И наступила полная виктория света. Ура! 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 Ура!